проблема с радиатором решение есть радиаторы строн гарантия 3 года или 80 тысяч пробега премиальное качество доступная цена и установка без проблем ссылка в описании ребята приветствую всех на youtube канале never stop мы сегодня с вами городе калининград у нас будет видео из двух частей заезды немцы против японцев днем мы снимаем заезды с места машин будет гораздо больше чем стоит сейчас сзади меня каждый владелец сам расскажет про свой автомобиль ну и вечером мы будем кататься уже ходом это как вы понимаете будет в следующем видосе так что ну что ж от 150 до наверное там чуть ли не 500 сил у нас сегодня есть поэтому покатаемся посмотрим что получится погнали а а а Вова, Вова, ну во-первых расскажи про машину сразу. Импреза, стоковый RX, доработанная под сети, мотор стоковый, 205 нефазный, коробка механика, из доработок особых тока, турбина увеличенная и все. Boost-up. 1 килограмм в моторе, минусы, мозги без ограничений. 6-ступ механик. Да, 6-ступ. Вот, Роман из-за кадра подсказывает, потому что Роман делает эту машину и знает больше чем владелец наверное. Вот, ну посмотрим как сегодня поедет, очень интересно, в принципе, если вдруг будут какие-то вопросы, мы спросим видимо у Романа. Какая коробка еще раз я сразу скажу. 6-ступ стишный, да. Стишный 6-ступ, а 207 это мотор, ты скажешь? 7-й, 2-й, 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 со стихи-топ. Ёж. Ну 205-й просто с 207-ми башками, то есть по факту да, 207-й. Стандартный набор, который работает и показывает свои результаты. Мне нравятся ваши капоты, как они пытаются улететь на этом ветре. Сразу видно у кого полегче. Давай первый раз без ланча. Да не, без ланча вообще невыгодно, она там очень плохо будет ехать. Поэтому думаю нормально все будет. Ну мы надеемся на твою сцепку, давай. Слушай, ну... Слушай, ну... Слушайте, стоп, все блокировки. Стартный... Межусевая, зад, перед. Все блоки в этой машине. Все блоки. Слушай, ну стартный... У него 195-я резина. Подожди. На ауди он только подумал, что ему надо ехать. А этот же просто уехал. А этот же два корпуса уехал. И уехал сильно. Привет-привет. Меня зовут Алексей. Это А5. Рестайлинг, 14-й год. Мотор Gen3 2 литра. Коробка DL501. Интеркулер универсальный. Downpipe стоит у меня. Выхлоп а-ля прямоток. И стейдж коробки и мотора уровня Stage 2 E-Tuners. В принципе, больше ничего. Страшивать, ничего не нужно. Расчетная мощность. Я думаю, 300-320. 300-320. Ну, наверное, даже все-таки 320. На стенде не было, да. Ну, мы же говорим про расчетную. Можно сказать 400. Ну, 320 будет. А наша расчетная. Будет 320. Что придумал, ты и получил. Так, нет, ну 320 тут реально есть вполне. Мне кажется, надо старт не спать, да? Да, надо старт не спать и бросать тормоз. Чуть раньше, да? Ну, сильно раньше, я бы сказал. Но у него сцеп буксует. У него буксует сцеп. Он прям запах чувствует. То есть он не полосил. Да. Готов? Догоняет. Ну, кто, кого, куда? Никто никого не догоняет. Тебе померещилось. Значит, померещилось. Сейчас услышим. Слушай, ну, Subaru нельзя. Собирали. Я ему отдал ее 31 декабря. Под Новый год готовую. Ну, по технической части. Расскажи про свою машину и представься. Всем привет. Меня зовут Антон. BMW F10. 3 литра дизель. Получается, доработано. Что здесь? Интеркулер. Турбина гибридная. И пайп стоит. Вот. Ну, прошивка стейч-1 залита. Ну, просто залили и все. А что так? Ну, надо там обслужить машину. И попозже будет заехать и уже настраивать ее нормально. Ага. А кто настраивает? Ну, еще не выбил кто. У нас тут мало вариантов. Какой выбор? Ну-ка, давай. Сейчас мы кому-нибудь скажем, что не надо. Кому-нибудь скажем, что езжим. По рекомендации. По рекомендации. Ну, вот, допустим, машина настроена. Вот, может, так же поеду настраиваться. Не, ну, сейчас выйдет потом другая гонка. Полностью заши... Ой, я не в кадре. Выйдет нормальная зашитое BMW. Ну, как нормальная. Полностью сделанная, да? И все будет сильно по-другому. Если у сцепа раньше не рыгнет у Subaru... BMW без фальстарта никуда не едет. Вот, но тем не менее, он все равно меня не догнал. Я думаю, дело не в этом. Дело в том, что он редко ездит. Это раз. А два... Он когда на тормозах долго стоит, она сама пытается уехать. Он их не сильно прижимает. Потому что если он их нажмет сильно, она начнет уже селиться. Просто на самом деле, вот тут как бы сидит девушка, вот она силой мысли нам победу притягивает. Понятно. В этом, да, энергия вся вселенная заключается. А, то есть можно не тюнить просто ела. Да, можно не тюнить просто девушку, да, она силой мысли как бы уже все. Смотри, там сейчас с пол этого чата захочешь с ней кататься. Чтобы просто не тюнить, это же сильно дешевле будет. Ну да. Как видите. А тут этот, да, спирт с водой. Что ты делал? Это спирт, размешанный с водой для охлаждения кулера. Спирт, размешанный с водой, надо в себя наливать. Ну, 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 пока так не получается. Если есть резвовый водитель, получится. Говорит что-нибудь из слова e-tuners? Что? E-tuners что-нибудь говорит? Кто? А, нормальные ответы. Все хорошо. Это правильный и пановод. Ауди прям чуть-чуть полкрыла. В самом конце вырвалось. Не. Плохо стартанул на Subaru в этот раз. Не получился старт. Он чуть позже, во-первых, стронулся. Я могу сказать одно. Все вечно говорят, квадро-ланчи, квадро-ланчи. Суба-ланч был офигенный. Квадро-ланч на Халдексе не было. Еще один заезд. У нас с вами до трех побед. Да, я понял. Ты чуть-чуть позже давай, потому что я, по-моему, на корпус сразу провафлил на старте. Тут уж не знаешь, у кого проблема. Так что там... Давай. Я просто редко, я так-то не... Давай-давай. До трех побед. Тебе надо выиграть. Блин, ну... Она ходом быстрее. Да, она ходом... Она прям под конец. С места, конечно, я не увидел, типа, но как будто она там... Прыгай на все бабы. Ну, в будущем. Можно я бы, я этот, пулек, типа, бджипну? Бджипни или лучше заехать. Он сейчас догонит раньше. Не догонит вообще. Не догнал. Не догнал? Нет. Да ладно. Финиш. Ауди полкорпуса. Ауди полкорпуса. Серьезно? Ну, я сказал догонит. Он раньше стартанул этот раз. Ну, жаль, конечно, этого добряка. Тогда придется выезжать мне. Айп. Ты выиграл. Лег 100 сильную субу. Это грустно. Это грустно. Сейчас будет более быстро. Ветер, конечно, лютый. Вот, когда чувствуется, что едешь против ветра. Давай, сейчас будет лютая Суба. Ну, давайте. Ром, расскажи про свой Субарь. Нет, микрофон поближе. Все-таки это микрофон. Роман, привет. Слышно? Привет. Отлично. Расскажи про свою Субару. Субару Impreza в кузове GF8. Изначально это 2,2 атмосфера на автомате. Сейчас установлено все полностью от Субару Forrester 2007 года. SG кузов. 207 мотор. Автомат фаревский. Ну, и все, в принципе. Расчетная мощность? Я думаю, что в районе 350 сил честных. 350 честных на вес тонна 200? Тонна 100 с чем-то? Нет. Вес, она очень тяжелая. Она в шумке с музыкой. Плюс автомат, плюс и рычаги подрамники. Тонна 370 минимум. Это по заводу. А так, наверное, по тонну 400. Солидненько. Сейчас будет старт Субы. 7-секундный. Субабуба. Субару всего? Выиграла. Сейчас Audi попросит реванш. Три кузова. Кто? Субару 3корбуса. О, 2 фалмара. Ой, ты драги забыл на крыше. Да? Конечно, ладно. Кому нам драги? Зачем ты его там вешаешь? Я полгоняюсь. Нормальные ощущения. Я забыл ее просто там убрать. Они так улетают часто. Я забыл, забыл убрать. Ну, выезжай еще раз. Давай, черт. У меня сейчас вообще еще хуже поехал. Давай, давай еще раз. Давай, там как раз службу нету. Он нам рассказывал четвертую страницу пятого тома отмазок логовода. У меня сейчас будут такие же. Наизусть причем. Да? Красавчик. Ну, ты раздуваешься. Это я еще быстро. Сейчас выводим. Подожди секунду, я подскажу ему кое-что. Я вынужден подсказать, чтобы это было честно. Ты видел, как он долго махал? Да. Не включай ланч сразу, включи чуть позже. Потому что ты очень долго на нем стоял. И именно из-за этого у тебя не поехало так, как ты хотел. Я думал, ты сейчас на стуле рядом с ним сядешься. А у нас роллы готовы, мы поехали кушать. Роллы – это вкусно. Спасибо, что приехал. Спасибо, что вы приехали. Представься, пожалуйста, на камеру. Илья. Меня зовут Илья. Всем привет. Отлично. Про ваги можно говорить бесконечно. Но давай более конкретно. Впуск пробежек R1. Да. Соответственно, мотор 2 литра. Да. EQ500 шитое, мотор шитое E-Tuners Stage 3. Турбина Ихи Гибрид E-Tuners 400. Да. Отлично. Вот, мы этого добивались. Соответственно, впуск, соответственно, выпуск. Все полностью сделано. Downpipe и Cutback Rescue 3. Топливная сток. Топливная сток, мотор сток, да. Расчетная мощность, говорили об этом за кадром, под 400 сил. То есть у Руслана на стенде такая машина показывала 400 на этом же конфиге. Соответственно, здесь примерно так же. Я тебе, когда по корпусу стукну, тогда ланч приезжаю. А, мальчик. Сейчас они будут остывать еще 20 минут перед заездом. Отсечку побил меня. Давай, ланч не включи. Стой, стой, стой. Стой! Омой! Вообще, бампер от мух моем. А он все, коктейли готовит, да? А, ну нормально, нальете? Тут столько льда, что можно в Питер не улететь потом просто. А с чем лед? Ну, осталью. С маслом. С чем же еще? Коктейль-то с чем будет? Масло, спирт и лед? Нет, коктейль будет просто вода и лед. Такой, пресный. Вы же спортсмен. А как будет называться коктейль? Тук-тук от Субару? Нет. Заебали ваги. Надо проезжать. Так у него ланч там не включается. Ты его замучил уже. Ну, он меня, кстати, тоже, если честно. Пойду. Я не скрываю, мне, блядь, все об этом знают. Есть? А это полная херня. Да, согласен. Ну, я сейчас поеду меня. Причем, это не мотор, блядь. Да, да, да. Стучит привод. Я не знаю, они не могут стартануть. Понимаешь, вот я хочу спросить у зрителей, кто в этом понимании вроде как не прав. То есть у нас две палки на двух концах. Субару нужно раздуваться где-то 7-8 секунд, а то и даже 10. Ауди не может стоять на ланче 10 секунд. Ей надо стоять там 4. Соответственно, и ланч нужно включить сильно позже Субаря, и она не понимает когда. А человек, который стоит на отмашке, ждет сигнал от Субаря, что пора махать. И получается какая-то полная херня, если честно. То есть в моем понимании есть светофор, и кто поехал вовремя, тот молодец. Кто поехал раньше, позже не успел раздуться, это в принципе того проблема. Вот как правильно. Он взял тебя измором. Почему взял? Это привод на третий ходу. Ходом на третий я оторвал себе привод. Ходом на третий, передний левый привод. Оторвал. Я все равно его вывез же. Короче, вывез, не вывез, он стартует не в попад, потому что, понимаешь, чем проблема? Не, не давай пока. Он не может стоять на ланче долго. Машина, которую хотелось бы представить, это Toyota Supra. Алексей, расскажи, что сделано с автомобилем. Автомобиль был куплен с этим же мотором. Был немножко улучшен. Поставлены гибридные турбины. В принципе, мозги boost up стоят японские. Все. Давай тогда быстренько подытожим. У нас мотор 2 GZ VT. Непосредственно. VT, конечно же, у нас две гибридные турбины, сделанные из родных. Конечно же, у нас boost up мозг, но при этом он просто, как обычно, сдвигают все отсечки. Но на этом все. Какая расчетная мощность автомобиля? Расчетная мощность, я думаю, ратирующая 350-360 лошадиных. Что-то мало ты говоришь. Ну, я не знаю. Сколько весит автомобиль? Тонна 550. Тонна 550, 100, 210 стабильно. 9,1. 9,1. Это не 350 сил, это 400. Пусть будет так. Мы будем считать, что это 400 сил. Мне не верится в это, на самом деле. Я думаю, это 400 сил. Тонна 500, это немало. Вес тонна 200, да. 350 легко. Но у тебя, я думаю, это смелые 400, тем более гибридные турбины. Я думаю, что просто 2 GZ более чем способен. Давай 350 сил на обычных турбинах, на boost up мозге. Ну, естественно, накрученным по максимуму. Кто твой настройщик? N7 Customs. N7 Customs. Они тебе писали софт, и в итоге у нас тоже гибридная. Писали софт, ставили железо, все делали. Гибридная турбина? Да. Пуск, выпуск, все имею в виду. Я, извиняюсь, так резко задал вопросы. Кирилл, BMW 10, 3 литра дизель, полный привод. Так, 3 литра дизель, полный привод, стей 4, пуск, выпуск, гибрид. Настройка N7, соответственно, расчетная мощность автомобиля. 400+. 400+, 100-200. Где-то 10,5-10,9. Хорошее время для этих автомобилей, тем более на полном приводе. Это прям достойно. С топливной что-то делал? ТНВД 550D. ТНВД 550D, форсунки родные. Да. Вот, ну и непосредственно лучшая 0-100 на полном топливе. 3,7. Достойнейшая прям вообще. Ну, Супра уже сильно ближе со второго раза. Но, к сожалению, это в любом случае проигрыш. Кузов? 2, 2, наверное. Алло. BMW чуть больше полкорпуса. BMW чуть больше полкорпуса. Это было уже близко. Но это 2 проигрыша, поэтому что поделать? Это было близко. Это было уже намного ближе, чем первый раз. Но это 2 проё. Один за другим. По факту победила BMW. Да. И объехал самую дорогую, лучшую и красивую машину. Спасибо. Toyota Supra. Вот она стоит. На кадре. Дизель делает вещи. Нет, дизельные BMW реально уже давно едут хорошо и эффективно. И с маленьким расходом. Вот. Но по факту... Результат есть. Результат налицов, как бы. Ну, вечером. Ну, ходом, да. У нас будет вторая часть заезда ходом. Вечером. Поэтому надо всех отпускать. Чтобы все вы хотели покушать. Отдохнуть и до вечера. Всего добрасим за заезда. Мне кажется, он раньше дёрнулся и бросил газ. Сергей, это максимально нестандартный конфиг. Поэтому давай сам. Отчего двигатель? Двигатель от Opel Calibre 1991 года. C20, легендарный двигатель. О, снимали такие в Белоруссии. Да. 2 литра турбо. 2 литра турбо. Задувом 1 бар. Турбина. Турбина TD05, TD18. Серьезно, кстати. Соответственно, у нас впуск, выпуск? Да. Впуск. 63 труба на выпуске. Блок управления. Блок управления январь 71. Настройка? Настройка, в смысле настройка. Кто настраивал? Гимел. Гимел. Есть такой автосервис у нас. За 10 наклейка на машине. Но это спрашивается для тех, кто вдруг захочет повторить. Увидеть какие-то машины, ему понравится. Очень мало людей, которые настраивают январе. У нас буквально там может быть пару человек. И в том числе вот этот парень Гимел смог её настроить. Так, ну и соответственно, что у нас по расчётной мощности? TD05, турбина большая. Она на метаноле, буквально вот недавно её поставили. Ещё так сильно не замеряли, но по замерам было 0,106 секунд. Не-не. Расчётная мощность? 280 лошадей. 280 лошадей и ещё в плюс метанола, так я понялось. Серьёзно, посмотрим, как сегодня поедет. Интересно. 0,100? 0,106 секунд. Ну, 100-200. Это шоу-бе-проэциклина. 10 секунд. Очень лёгкий кузов, тонн. Низкие 10 секунд, скажем так. Да, вместе со мной машина весит тонну 100. Я прям угадал. Спасибо, что приехал. Приветствую. Так, Lignum VR4. Это машина, которую я постоянно путаю. Я VR4 и VR6 постоянно путаю моторы. Но не потому, что я не понимаю, какой откуда, я почему-то путаю название. VR4, две турбины, трин-турм. Всё абсолютно, наверное, да. Ну, я так понимаю, бустап. Лёгкий бустап сделаем, мозги майнс, еду на фри-бусте, на стоковых турбинах. В принципе, наверное, всё. Новое для меня понимание. Фри-буст. Это сколько туниц, столько и будет? Да. А, я угадал. Фри-буст. Обычно это говорит просто на все бабки. Да. Уважаю. Ты любишь рисковать. Да. А датчики есть какие-то, ЕГТ хоть что-то смотришь? У меня буст. Ты просто смотришь, сколько дунуло. И такой, эээ. Это у нас что будет. Расчётная мощность автомобиля. По последним замерам 300 сил. 300 сил? Да. Не так много. Коробка? Механика. Полный привод? Да. Универсал. Короче, это для тех, кто хотел Evolution, но для семей. Всё верно. Вот. И при желании ещё даже не надо ставить Evo-мотор. В R4 офигенно раскачивается. Да. Это будем сделано в этом году. Это хорошо. Сколько машин владелец? Ну, в год. В год? Ну, нормально. Годик поездил, пора и начинать. Я поехал домой менять привод и вечером я в день. Да, красавчик. Вот это уважаю просто. Ну, подожди, я сейчас объясню, почему мы не могли нормально заехать. То есть, ваши старты нельзя считать завершёнными на самом деле. Потому что есть нюансы. Ну, завтра, значит. Не-не-не. Уже не. Это будет надолго. А хотя посмотрим. Ну, нет. Смотри, BMW маши быстрее. Подожди, секундочку. Стой, секунду. Стой, я сам махну. Ром, вот так подержи. Подержи вот так просто. Вот так подержи и потом за ними просто поверни. Так. Спасибо, если подержал. Просто, видишь, я уже увидел, что BMW-ник слишком быстро стартует. Я понял, что делать. На Next ему похуй. На Next ему похуй. Короче, почему ваши заезды нельзя считать завершёнными? Ты дуешься крайне долго, а он так на ланче долго стоять не может. Но ему надо его включить, а он не понимает, когда. А, вот что. Понимаешь? И вот проблема в том, что невозможно было показать ему, когда включить ланч, чтобы стартануть самому с надуру, и чтобы ты не перестоял или не не достоял. А, да. И в итоге, у меня. Ничего не получилось, я понял. Да, всё, езжай. Покатались классно, всё отлично. На Субе сломался привод, но Роман обещает его к вечеру уже поставить, поэтому он тоже спешит ехать домой, ставить привод. Поездили без инцидентов, поездили интересно. Да, некоторые машины заехали малое количество раз, потому что соперники были не прям идеально ровные, но в любом случае поездили классно, интересно, и победа в заездах с места явно за немцами. Романка огромного разочарования, да? Субару не смогла. За немцами победа, то есть там три как минимум привоза было. Соответственно, что ж, посмотрим, что ночью, точнее вечером, покажут нам японцы, потому что будут заезды ходом. Супра будет уже больше в своей стихии, потому что привод задний, а не полный. И посмотрим, что у нас получится с теми же дизелями, так как они сегодня вечером тоже будут. Подписывайтесь, если не хотите пропустить это видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok